На Марианском направлении, вот тут у нас со вчерашнего дня такой, я бы сказал, дискурс в социальных сетях. Рашисты в третий раз, первый раз это было в 22-м году, второй раз это было в мае текущего года, и вот сейчас опять в третий раз в рашистские командования или соцсети и военкоры заявляют «Марианка наша». Я специально нашел, вот команда Дипстейт четко помогла разобраться в этом вопросе, причем наглядно. Вы сейчас видите снимок спутниковой карты, где нанесены границы самого населенного пункта, где линия фронта, где серая зона, где идут боевые действия, и из этого понятно, что «Марианку», конечно же, никто не захватил. То, что они имели частичный успех в пределах населенного пункта, да, мы это констатируем, никто этого не отрицает. Факт остается фактом. То, что они, одна из штурмовых групп могла дойти до здания, кстати, это здание находится в серой зоне, ближе к красной линии, к линии фронта, и там поднять триколор, это еще не говорит о том, что они полностью... Просто расистской пропаганде нам нужны победы, и они пытаются высосать из пальца эту победу, пытаются таким образом натянуть сову на глобус, сказать, что «О, Марьянка наша». Кстати, там на этой фото вы четко видите, там по датам написано, когда в 22-23 году, когда они объявляли, что «Марианка наша», что они ее уже взяли. Так что, в принципе, на сегодняшний день от населенного пункта практически ничего не осталось. Там разрушен каждый дом артиллерии, авиации противника. И, в принципе, здесь больше, я скажу так, «Марианка» это символ стойкости, это населенный пункт, который с 2014 года находится под нашим контролем. И, в принципе, показать, насколько стойкие могут быть наши силы обороны, он, я думаю, он продемонстрировал это наглядно. И еще не факт, что расистам удастся дойти до окончания этого населенного пункта. Хотя, ну, планы Генерального штаба мы с вами не посвящены, и как будет поступать Генштаб в этом случае, ну, будем смотреть. Так что, на пока все надежды на то, что, или точнее все объявления о том, что «Марианка» взята расистскими войсками, не соответствуют действительности. Успех продвижения в «Марианке» расистских войск есть, мы это констатируем, но город остается частично под нашим контролем. Особенно его юго-западная часть, которая находится на южнее водохранилища, и часть северо-западной окраины тоже находятся под контролем вооруженных сил Украины. Далее идет шахтерское направление. И тут были позиционные бои, наступательных штурмовых действий противник не вел. В основном были позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. А вот запорожское направление, тут противник пытался контратаковать наши войска. Опять же, обратите внимание, здесь я говорю «контратаковать», потому что мы постоянно ведем штурмовые действия вражеских позиций. И они пытаются таким образом, контратаками они пытаются сбить наше продвижение, наши атакующие действия. Восемь раз пытались вражеские войска контратаковать наши позиции с целью вернуть утраченное. И это было в основном в районе Работиного. Там для них это очень важно, они потеряли господствующие высоты, и поэтому они пытаются штурмовать, их обратно штурмовать. Но теперь мы на господствующих высотах, поэтому у нас преимущество. И нас в принципе такое положение дел устраивает, потому что мы просто наносим огневые поражения, и соотношение потерь идет кратно, не в пользу врага, а в нашу пользу. Также было четыре попытки вернуть утраченное положение в районе Вербового. Тоже они не принесли удачи. Ну мы теперь, я говорил вам, что мы загнали, вынудили противника отступить в населенный пункт Вербовое. Теперь все господствующие высоты вокруг Вербового наши. И они теперь пытаются из Вербового контратаковать нас на господствующих высотах. Та же самая картина, как в районе Работиного. Вот. Получается, что они просто стачивают свою пехоту относительно о наши теперь уже оборонные рубежи. Но остается у нас еще зона ответственности группы войск Одесса. Это Херсонское направление. И здесь на правом берегу ситуация без изменений. Враг, к сожалению, обстреливает из артиллерии и авиации. Ну, в прошедшие сутки, слава богу, авиация не применялась. А вот из артиллерии продолжает обстреливать населенные пункты на правом берегу. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу с артиллерией противника. И максимально старается наносить огневое поражение тылам врага на глубину досягаемости наших огневых средств. Также мы продолжаем довольно надежно удерживать плацдарм на левом берегу. Ну, кстати, отмечают аналитики, что не получается. Несмотря на то, что туда назначили бывшего командующего войск ВДВ Рашистской армии генерала Теплинского. И он там вроде у них считается гением военной науки. И даже ему, я так понимаю, дали, судя по обстановке, я так понимаю, что ему дали карт-бланш на использование воздушно-десантных войск. Он перетягивает туда даже с Бахмутского направления, точнее не с Бахмутского, а с Запорожского направления была снята часть десантных подразделений и переброшена на Херсонское направление. Но организовать слаженность работы и взаимодействие между пехотой, полками территориальной обороны, батальонами резерва, барсами и десантными войсками на сегодняшний день, слава богу, у врага не получается. Френдли файр там идет практически постоянно, дружественный огонь, очень часто рашистская пехота попадает под огонь своей артиллерии, ходит в атаку по собственным минным полям, я вам это уже рассказывал. Так вот это все продолжается. И что и дает нам, помогая точнее нашей морской пехоте и нашим силам спецопераций удерживать плацдарм и наращивать его усилия, этого плацдарма, наращивать его возможности на левом берегу реки Днепр. Так что плацдарм живет, плацдарм сражается и мы продолжаем там удерживать позиции. За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. И было уничтожено пять складов с боеприпасами противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 1700-1070 оккупантов. Хорошая оговорка, дай бог, чтобы она в ближайшем будущем сбывалась. 1700-1070 оккупантов уничтожили наши силы обороны за прошедшие сутки. Техники и вооружения в танках 7 единиц, в боевых бронированных машинах 13 единиц, в артиллерийских системах 10 единиц, в реактивных системах залпового огня 1 единица, без пилотников оперативно-тактического уровня 18 единиц, в крылатых ракетах 1 единица, автомобильной техники 11 единиц и 1 единица специальной техники. Вот такой урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. И такая вот сложилась военная обстановка.